Это программа Игра в классике. Программа о людях, которые играют в игры, и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. 8 декабря в кинопрокат вышла документальная лента «Любови Аркус» «Балабанов. Колокольня. Реквием». Аркус, близкая подруга режиссера, сумела запечатлеть на камеру очень близко последние годы жизни Алексея Октябриновича. К сожалению, как это часто бывает с правильным, хорошим кино, оно практически не дошло до массового зрителя. Ну, в Крыму, например, кинопрокатчики вообще проигнорировали данную ленту. В Севастополе давали один сеанс в день в кинотеатре Украины, за что ему спасибо. Собственно, там я это кино и посмотрел. Что ж, в этом, пожалуй, есть своя симптоматика, если угодно. Когда кинотеатры забиты дешевыми западными ужастиками вместо фильма о главном режиссере «Новой России». Ну что ж, поговорим об этом фильме и о режиссере, соответственно, тоже. Вот данное определение «Главный режиссер «Новой России»» оно на самом деле вполне обоснованно. Действительно, Алексей Балабанов на века, если угодно, запечатлел Россию. Причем как ее внешнюю, так и внутреннюю, скрытую сторону. Пройдут десятки, а может быть и сотни лет, и вот нашу с вами жизнь будут изучать по фильмам «Балабанов». И речь тут не только об антураже, быте, типажах, но и о том, что сидело, если угодно, в самой ткани нашего бытия. В том, что составляло клеточный уровень этого бытия. Можно сказать, что Балабанов нащупал русский нерв, русскую экзистенцию. Однако это не описывает его деятельность в полной мере. Тот же «Брат», да, на первый взгляд, казалось бы, незамысловатое кино о бандитах, пусть и ставшей энциклопедией российской жизни. Но с каждым новым просмотром оно открывается по-новому. Оно обрастает все большим числом скрытых смыслов и посланий. И вот вы уже видите другой Петербург, ощетинившийся ледяной, злой, колючий. Балабанова очень часто сравнивают с Достоевским. Петербург Балабанова, Петербург Достоевского. Однако, на мой взгляд, вполне уместно, а может быть, даже более уместно сравнение Балабанова с Гоголем. Но смотрите, перед нами и не люди вовсе, а некие демонические сущности. Не улицы, а пространство между адом и раем. Однако все это часть одного большого города. То есть самой культурной столицы, о которой писали и Гоголе Достоевский, а позже снимет кино Балабанов. Между тем, конечно же, он режиссер прежде всего 90-х. Пусть и последняя его картина датирована 2012 годом. Вот и в фильме Аркус Балабанова спрашивает, почему ваши фильмы все словно из 90-х? И он отвечает, потому что тогда я был счастлив. И, конечно, тут суть не во временной привязке, не в хронологии. Суть в экзистенции и в смыслах. Ведь да, конечно, то было страшное время. Страшное время 90-х. Однако, вместе с тем, это было время и колоссальных прорывов. Когда, ну, в мгновение, что ли, планеты сходили с орбиты. И вот Балабанов блестяще ловил, фиксировал на камеру невидимую связь между победой и поражением, проигрышем и выигрышем, красотой и уродством, подвигом и предательством. Он сам постоянно ходил на грани. И при этом переживал, казалось бы, абсолютно за все. Вот трагедия Балабанова состояла в том, что он понимал все, ну или почти все о людях. И со знанием этим примириться никак не мог. То есть был не в состоянии приспособиться к этой колючей, неудобной, горькой правде. То есть Балабанов любил людей не благодаря, а вопреки. Вот есть такая хрестоматийная фраза Жан-Поля Сартра, великого классика экзистенциализма. «Ад – это другие». Но правда в том, что рай – это тоже другие. И вот необходимость признать данный факт, она звучит снова и снова в лентах Балабанова. «Ад – это другие», но и рай – это тоже другие. И вот один из самых тягостных фильмов за всю историю, по сравнению с которым даже ленты фон Триера кажутся веселыми комиксами, «Ну, я говорю о Грузе-200». Конечно, это упадок и тлен. Но еще это апология, милосердие и сострадание. Сострадание прежде всего к человеческим порокам и слабостям. Но еще это колоссальное преодоление тотального одиночества. Как сказано в другом Балабановском фильме, «Самое главное в жизни – найти своих и успокоиться». Однако подобное удается лишь избранным. А вот для большинства выходом оказывается, к сожалению, только смерть. Собственно, и фильм «Аркус» начинается с того, что Балабанов узнает свой диагноз. Через полтора, максимум через два года он умрет. У него есть шанс уехать в Израиль, сделать дорогостоящую операцию, изменить образ жизни и, в общем, попытаться спастись. Однако Балабанов выбирает совсем иной путь. Он снимает свою прощальную ленту «Я тоже хочу». Фильм «Завещание» и фильм «Притчу», если угодно. Фильм, в котором по сюжету через разрушенную колокольню можно попасть в рай. Но берут туда далеко не все. Колокольня эта стоит посреди такого ледяного пространства. Пространства, как коллюзии на замерзшую Россию. Вообще, лед, снег – это важнейший балабановский образ. Мертвое пространство в ожидании воскрешения. Однако смерть посещает Балабанова еще до объявления диагноза. Сначала в 2002 году, когда в Кармадонском ущелье погибает, трагически погибает Сергей Бодров-младший, друг Балабанова. Еще двумя годами ранее, на съемках фильма «Река», так и незаконченного фильма, погибает исполнительница главной роли Туэра Свинобоев. И вот тут Аркус делает еще одну удачную находку. Она как бы отматывает пленку, и мы слышим текст Балабанова под названием «Рассказ». Мальчик, ну, видимо, сам Леша, узнает, что есть смерть. И ему со всеми рано или поздно придется проститься. Это важное на самом деле потрясение. У меня вот, кстати, было нечто похожее в пять лет, вот этот удар необратимости смерти, понимание того, что мы все вокруг смерти. Собственно, именно этот опыт, еще выворачивающий наизнанку любовь, главным образом и заставляет человека создавать кино, фильмы, книги. И вот у Карлоса Кастанеды есть такие строки. «Единственный по-настоящему мудрый советчик, который у нас есть, это смерть. Каждый раз, когда ты чувствуешь, что все складывается из рук вон плохо, и ты на грани полного краха, повернись налево и спроси у своей смерти, так ли это. И твоя смерть ответит, что ты ошибаешься, и что кроме ее прикосновения нет ничего, что действительно имело бы значение». Вот, пожалуй, это тот метод, который практикует, использует сам Балабана в своих работах. Он использует смерть в качестве советчика. И она одновременно и материал, и полотно, на которое проецируются его фильмы. В ленте «Аркус» смерть, как и Балабанов, весьма и весьма близко. Они как бы соединены друг с другом. Да и съемки режиссера ведутся максимально близко. Балабанов предельно беззащитен. И мы видим не глыбу, не человек, монумент, не человека, легенду, а измученного, израненного человека, многое осознавшего и со многим смирившегося. Это, безусловно, дает ему внутреннюю свободу, но не делает жизнь легче. Скорее наоборот. И вот один из самых жутких моментов фильма, который лично меня поразил, это даже не слезы жены Алексея Надежды, не съемки на похоронах. Совершенно искренние, беззащитные слова Балабанова о том, что он несчастен. Он говорит это в интервью на публике, а та в ответ смеется, но воспринимает то ли как шутку, то ли просто не всерьез. Важно сказать, друзья, еще и вот что. И Аркус, и многие интерпретаторы сейчас особенно активно постоянно пытаются объяснить нам, что Балабанова не так поняли, не так воспринимают. Ну, прежде всего, конечно же, в вопросах отношения Балабанова к родине и к русскому. Мол, записали Алексея Октябриновича в русские патриоты, там чуть ли не в черносотенцы. Кстати, Алексей Герман, да, после выхода фильма «Брат» назвал фашистом Балабанова, да. Ну, и сейчас говорят о том, что вот этого самого брата пытаются использовать как пропагандистское кино, о том, что извратили смысл фразы «сила в правде» и так далее. А на самом деле, как бы пробуют объяснить нам, Балабанов был вообще другим, он все больше ходил с пацифистскими лозунгами и так далее. Ну, это на самом деле стандартная история, стандартная, когда того или иного выдающегося деятеля, сделавшего важнейшие высказывания, пытаются записать в тот или иной политический лагерь. Так же, кстати, и с Летовым, например, поступают. Ну, знаете, вот в случае с Балабановым это выглядит как-то особенно нелепо и даже жалко. Потому что, конечно, можно сто раз объяснять, что он на самом деле хотел сказать вот этими культовыми фразами «Вы мне еще за Севастополь ответите» или «Не брат ты мне». Но эти фразы уже есть. И вот когда в начале года, спустя 20 лет, фильм вновь выходит в прокат, зрители сидят и аплодируют, чувствуя, видимо, внутреннюю правду. Ну и сам Балабанов, сейчас я буду предельно банален, он очень разный, как его фильмы. Но и Родина наша с вами тоже очень-очень разная. Я режиссер, член Европейской киноакадемии. Говорит, герой Балабанова в картине я тоже хочу, как бы прощаюсь. Говорит возле колокольни, которая, к слову, рухнет на 40-й день после его смерти. Говорит это Балабанов, не снимая своей тельняшки, неизменной тельняшки. И вот точно так же, как героя не берут туда в рай, так же самого Балабанова не берут в премиальный европейский кинематограф. Не потому что Балабанов плохой режиссер, нет, он великий режиссер. Но он слишком русский. Он русский и в «Брате», явившем нового героя, и в «Войне», вскрывшей национальный вопрос. Он русский даже в блестящем эстетско-европейском кино, вроде «Замка», «Покавки» или «Счастливые дни» по «Бэккетту». Везде Балабанов не вписывается ни в какие рамки, он неизменно остается собой. И вот не случайно, позволю себе такие параллели, любимый русский писатель Балабанова Николай Лесков. Я делал о нем программу. Лесков – это, возможно, самый русский писатель, все понимавший, смотревший на русского человека, на русское в принципе, любящий, но максимально справедливый. Убийственно-сатиричный, беспощадный в своих оценках, но вместе с тем трепетно-нежный по отношению к своему народу. Ему фанатично преданный от того, бескомпромиссный, всегда стоявший особняком. Вот и путь Балабанова – это особый путь. Это, если угодно, путь русского воина, действующего так, как будто он уже проиграл, но парадоксальным образом от того побеждающего. Он знает, что делает и для чего делает. Это, кстати, хорошо видно в фильме «Аркус». Он принимает свою судьбу в абсолютном смирении. Ведь самое худшее с ним уже случилось. Смерть прикоснулась к нему. Оттого в лентах Балабанова столь много обреченности и столь много предчувствия смерти, нависания смерти. Но фокус в том, что в этом же секрет бессмертия Балабанова. Ключ к тому, чтобы остаться не только в истории кинематографа, но и в истории своего народа. И вот, похоже, Алексею Балабанову это все-таки удалось. Это была программа «Игра в классике». Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя и помните, что жизнь только подражает литературе. Удачи вам, любви и терпения. Смотрите хорошее кино. Смотрите хорошее кино.